МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Северном Совете детально рассмотрим состояние внутренних водных речных путей, рассказал глава государства. Он также отметил, что Северный морской путь должен стать связующим звеном между Европой и Азиатско-Тихоокеанским регионом. «Чтобы повысить его конкурентоспособность, мы намерены распространить льготный режим свободного порта Владивосток на ключевые гавани Дальнего Востока, о чем нас просят предприниматели, работающие в этом стратегически важном для нас регионе России», сказал Владимир Путин. Социально-экономический подъем этого региона – важнейший национальный приоритет. «Инвесторы уже проявляют серьезный практический интерес к новым механизмам работы, которые мы предложили, включая территории опережающего развития», – подчеркнул президент. За 11 месяцев 2015 года добыча нефти и газового конденсата в России выросла до 488 миллионов тонн, что на 1,4% выше аналогичного показателя прошлого года. В ноябре рост составил 1,3%, до 44 с лишним миллионов тонн. Об этом сообщает газета «Ведомости». Добычу ресурсов увеличили компании «Газпромнефть» на 2,1%, «Татнефть» на 2,2%, «Башнефть» на 10,7%, «Сургутнефтегаз» на 0,4%. В свою очередь снизили производство «Роснефть», «Лукойл», «Руснефть» и «Славнефть». «Минэнерго» ожидает роста добычи в 2015 году в России на 1,4%, до 533 миллионов тонн. «Мы сегодня производим 10,7 миллионов баррелей в сутки. Снижать объемы добычи не планируем», – отметил министр энергетики Александр Новак. По мнению аналитиков, не снижать добычу российским компаниям позволяют девальвации рубля и гибкая налоговая система. При этом ведомство допускает падение добычи на 10 миллионов тонн в 2017 году из-за санкций, текущей конъюнктуры рынка и переноса сроков лицензионных обязательств. Отметим, экспорт российского сырья в страны дальнего зарубежья за 11 месяцев вырос на 9,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достиг более 200 миллионов тонн. Добыча природного газа с начала года снизилась на 1% относительно прошлогоднего показателя – до 571 миллиарда кубометров. Атомный лихтеровоз-контейнеровоз «Севморпуть» – единственное в России судно с ядерной установкой, успешно завершил ходовые испытания после ремонта. Об этом сообщил первый заместитель генерального директора и главный инженер «Атомфлот» Мустафа Кашко. Ремонт в общей сложности продлился два года. В ближайшие 2-3 месяца планируется завершить работы с палубными механизмами. По словам представителя «Атомфлота», были опасения, что после длительной стоянки с 2007 по 2013 год, могут возникнуть определенные проблемы, в частности с автоматикой и электросистемами. Но сейчас нет сомнений, что судно как минимум 15 лет еще отработает, заявил Кашко. В восстановительных работах были задействованы мощности «Атомфлота» и предприятий «Росатома». Также в ремонте «Севморпути» принимали участие 82-й и 10-й судоремонтные заводы. Несмотря на сокращение бюджета, в следующем году освоение Арктики останется одним из приоритетных направлений государственной политики. Накануне в рамках пресс-конференции министр природных ресурсов и экологии Сергей Донской сообщил, что Минприроды в 2016 году приостанавливают некоторые проекты, например, по очистке земли Франции и Осифа в связи с сокращением финансирования. Министр отметил, что очистка территории будет периодически возобновляться, но уже на средства самого ведомства. «Но мы будем продолжать совместную работу с Минобороны и регионами. У них есть свои планы, которые мы будем поддерживать и стараться выделять средства на их реализацию. Но таких масштабных работ, какие мы проводили в этом году, в 2016 году проводить не сможем», сообщил Сергей Донской. Что касается работ по геоучениям, то в следующем году объемы финансирования на проведение геологоразведки тоже снизятся. Министерство не приостанавливает работы, но те проекты, которые были запланированы ранее, будут перенесены на более поздний период. В 2016 году акценты будут сделаны на совершенствовании законодательства, в частности, на подготовке федерального закона об арктической зоне, который совсем недавно обсудили в Совете Федерации. Новый документ должен помочь преодолевать сложные административные барьеры и станет прорывом в подготовке и совершенствовании нормативной базы, без которой все проекты в Арктике не настолько эффективны, насколько могли бы быть. Россия может до 2020 года потратить на модернизацию системы метеорологических наблюдений в Арктике 3,5 миллиарда рублей. Об этом заявил в интервью России сегодня министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации Сергей Донской. Министр пояснил, что эти средства необходимы для реализации комплекса мероприятий по модернизации и развитию системы госмониторинга, которые должны повысить эффективность охраны окружающей среды в Российской Арктике. Глава Минприроды отметил, что предложения по включению этих мероприятий в новую редакцию госпрограммы социально-экономическое развитие Арктической зоны России на период до 2020 года направлены в Минэкономразвитие. Низкобюджетный авиаперевозчик «Победа» отправит последний рейс из Москвы в столицу Поморья 10 декабря. Затем самолет, курсировавший на Архангельской линии, будет летать из Москвы в Ростов-на-Дону и обратно. График полетов будет идентичным нынешнему Архангельскому маршруту с вылетом из Москвы в 7.25. Вероятно, в компании сочли ростовское направление более перспективным. Напомним, билет «Победы» по маршруту Москва-Архангельск стоил около 1 тысячи рублей. Лоукостер «Победа» входит в состав группы «Аэрофлот» и является одной из самых молодых компаний на рынке пассажирских авиаперевозок. На Соловецком архипелаге планируют строительство государственного федерального заказника. Инициатива уже внесена в Госдуму. Об этом во время пресс-конференции сообщил министр природных ресурсов и экологии Сергей Донской. «Постепенно мы идем к тому, чтобы создать заказник в Соловецком архипелаге. В принципе, у нас готов документ и инициатива уже предложена к рассмотрению. Обсуждение этого документа уже идет на уровне правительства. Надеюсь, что скоро он будет утвержден и уникальный Соловецкий заказник будет создан», сказал Сергей Донской. Также министр отметил, что это очень важный шаг как для охраны природы и сохранности экологических объектов, которые находятся на архипелаге, так и для существования обители Соловецкого монастыря. Соловки – самый крупный архипелаг в Белом море, где находится 400-летний лес, практически нетронутый человеком, а также уникальный природный ландшафт, флора и фауна. Площадь заказника составит более 130 тысяч гектаров. Ранее Донской отмечал, что строительство заказника позволит создать новые рабочие места. 1 февраля начнется двухнедельная экспедиция Федора Конюхова и Виктора Симонова в честь столетия со дня создания в России первого заповедника. Экспедиция начнется в карельской деревне Куганаволок в Национальном парке в Адлозерске и пройдет по заповедным местам Русского Севера. Через поселок Онега, деревню Летняя Золотница, город Северодвинск. Путешественники сделают остановку в бухте Конюхова, откуда родом предки Федора Конюхова. Финиш экспедиции планируется на 15 февраля в Архангельске. Путешественникам предстоит преодолеть около 2000 километров. Передвигаться они будут на собачьих упряжках, в самом экологичном виде транспорта в условиях северных широт. К экспедиции возможно присоединиться и министр природных ресурсов Дмитрий Донской. «Я постараюсь присоединиться к экспедиции, наверное, где-нибудь уже в Архангельской области», сообщил Сергей Донской на пресс-конференции. После того, как маршрут будет пройден известными первопроходцами, его частично хотят сделать доступным и для других туристов-экстремалов. Есть идея проложить здесь новую экологическую тропу. Также мы думаем над тем, чтобы провести международные гонки на собачьих упряжках по этому маршруту, поделился планами руководитель экспедиции Виктор Симонов. Во время путешествия будут проходить съемки документального фильма, который планируется показывать в школах по всей стране. Резиденция сибирского Деда Мороза и Морозовой воды откроется в Тобольске Тюменской области. Резиденция будет открыта в туркомплексе «Оболак» под Тобольском, резиденция Морозовой воды во дворце наместника на территории Тобольского Кремля. Приводит интерфакс слова начальника отдела развития внутреннего и въездного туризма Комитета по культуре и туризму Тобольска Зои Боярины. Она отметила, что вместе с Морозом воеводой все желающие могут посетить мастерскую Метелицы, побывать в дворцовой пряничной, где можно по старинным рецептам сделать пряник и расписать его. Кроме того, гости резиденции смогут пройти квест-путешествие по владениям Морозовой воды. По словам генерального директора туркомплекса «Оболак» Алексея Коломакова, в прошлом году резиденцию сибирского Деда Мороза посетило порядка 4 тысяч детей. В этом году надеемся привлечь еще больше посетителей. Так, только в рамках межрегиональной программы РЖД Туров мы примем порядка 3 тысяч детей из Екатеринбурга, Перми. Дети едут не только к Деду Морозу, они едут посмотреть сам город и Тобольский Кремль. Продолжение следует...